Мне молодые журналисты говорят, задавая какие-то глупые вопросы, говорят, это читабельно. Некоторые журналисты, у которых, к сожалению, еще камера в руках, говорят, это смотрибельно. Публика это хавает. Это не журналисты. Но они себя журналистами такими считают. Это их проблемы. Но вот для того, чтобы не было этих проблем, надо, может быть, пора начинать, пора начинать объяснять людям, что есть вещи, о которых не принято говорить вслух. Есть вещи, о которых не говорят вслух. И не поступают так, потому что нельзя так поступать. Вот как это было раньше. Были бабушки, были дедушки, брали такого отрока, вели в храм. И вот с таких молодых ногтей ребенок знал, что такое слово Божье. И бабушки, и дедушки ему могли объяснить, что, дружочек, так поступать нельзя. А почему? Потому что так поступать нельзя. Что такое хорошо и что такое плохо? И поэтому есть темы в кино, наверное, которые касаться не нужно. А если вы, даже если вы снимаете очень жесткое кино, допустим, о современной, вы никогда не увидите на Западе пропаганду наркотиков. Вы никогда не увидите в кадре, как это делается. Вы никогда не увидите... Там это моментально будет какая-то перебивка. Вот оператор нам не даст соврать. Обязательно это, может быть, сыграется на взгляде героя. Сыграется на то, как он взглянул. Это гораздо художественнее и интереснее. У нас есть фильмы, где могут просто показать, как это делается и даже назвать название лекарства. Чем это делается, да?